Это экстренный вызов телеканалу ОТС. В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте. Не забывайте, у нашей программы есть ограничения по возрасту. Детям до 16 смотреть не рекомендуется. Мы начинаем. Днем трудились на рынках и стройплощадках, а вечерами грезили о мировой исламской революции. 16 экстремистов предстанут перед судом. Зачем бездомный чужой ребенок, похищенного на Алтае младенца, подкинули в новосибирский храм? Хотите ездить? Платите деньги. Сотрудник СИП Управтодора за взятку выпустил на дороге большегрузы. В Доволенском районе под колесами иномарки погиб 13-летний велосипедист. Ребенка сбил попутный автомобиль. От полученных травм мальчик скончался до приезда скорой. Не обошлось без происшествий и на дорогах Новосибирска. В Держинском районе пострадал трехлетний ребенок. В момент аварии он находился в детском кресле, но несмотря на это получил тяжелую травму. 27-летний водитель Ниссан Эксперт и его маленький пассажир ехали по Каменскому шоссе со стороны поселка Восход в сторону проспекта Держинского. Машина не смогла разъехаться со стоящим на дороге УАЗом. По словам водителя иномарки, дверь отечественного автомобиля неожиданно открылась и оттуда показались чьи-то ноги. Автолюбитель сделал маневр, но избежать аварии не удалось. Совершилось столкновение с автомобилем УАЗ-452, который стоял на проезжей части в попутном направлении справа, после чего наехал на железобетонные изделия, которые находились на обочине. В результате столкновения пострадал трехлетний ребенок. Его госпитализировали с тяжелой травмой лопатки. От еще более серьезных последствий малыша спасло детское автомобильное кресло. В объяснении водитель иномарки указал, что от хозяина УАЗа пахло спиртным. Другого малыша почти двое суток искали алтайские следователи и оперативники. Годовалого мальчика из села Боровлянка Троицкого района увезла от родителей их случайная собутыльница. Оказалось, девушка доехала с ребенком до Новосибирска и оставила его в монастыре. Семь часов вечера раздался звонок. Я открыл дверь, стояла девушка, попросила попить воды. Я вынес воды, она спросила, могу ли я вызвать такси. Вот там под деревом на тропинке, вот там на тропинке ребенок сидел. Монастырской братии в голову не пришло. Усталая молодая женщина с маленьким ребенком – это не мамочка с сыном, а бездомная похитительница и ее беспомощная жертва. Неладное заподозрили позже. Через час мальчика нашли в беседке возле храма. Ребенка доставили в больницу, сообщили в полицию и почти сразу выяснилось – малыша ищут уже двое суток. Вечером 11 июня в селе Боровлянка Троицкого района 22-летняя женщина без определенного места жительства распивала спиртные напитки в доме двух местных жителей. После того, как хозяева на некоторое время отлучились и вышли из дома, женщина скрылась с их годовалым ребенком в неизвестном направлении. Женщину с ребенком искали и в Алтайском крае, и в соседних регионах. Когда ребенка нашли в монастыре, следователи и родители мальчика немедленно выехали в Новосибирск. Живого и здорового малыша отдали маме, а вот его 22-летней похитительнице удалось сбежать. Теперь девушку ищут правоохранители. В отношении нее возбудили уголовное дело. За похищение заведомо несовершеннолетнего злоумышленнице грозит до 12 лет лишения свободы. В Новосибирске будут судить исламских радикалов. Выходцы из Киргизии и Таджикистана организовали филиал запрещенного экстремистского движения и активно продвигали свои идеи. Раскрыли тайную организацию оперативники ФСБ, и теперь ее активистам грозит до двух лет тюрьмы. Подробности в материале Леонида Лешенко. Этих приверженцев ислама задержали в Новосибирске осенью 2013 года. Все они оказались участниками международной организации «Таблиги Джамаат». Еще в 2009-м Верховный суд России признал ее экстремистской и запретил. Тем не менее, сторонники продолжали устраивать тайное собрание и вербовать новых членов. В основном их деятельность была связана именно с проповедованием радикального течения ислама. Они осуществляли сборы, так называемые машфары, осуществляли давааты. Это выходы с целью проповедования. Участники движения планируют построить свое государство, так называемый Всемирный халифат. В него должны войти и те регионы России, где много мусульман. Костяк новосибирского филиала «Таблиги Джамаат» составляли в основном выходцы из Кыргызстана. Причем почти все они имели гражданство нашей страны. Днем активисты трудились на рынках и стройплощадках города, а вечерами грезили о мировой исламской революции. Для агитации из-за границы получали соответствующую литературу. Однако сотрудники ФСБ вовремя прикрыли ячейку, и 16 ее членов стали фигурантами уголовного дела. Уже вскоре они предстанут перед судом. Прокурором Новосибирской области утверждено обвинительное заключение по обвинению 16 лиц в совершении преступления, предусмотрено частью 2 статьи 282.2 УК Российской Федерации. После выручения обвинительного заключения каждому из обвиняемых в уголовное дело будет направлено в Дзижинский районный суд. Обвиняемым грозит до двух лет лишения свободы. 15 человек в данный момент находятся под подпиской о невыезде. Ну а гражданина Таджикистана ранее выпустили под залог. К слову, его однажды уже депортировали из России, но мужчина вернулся обратно по подложным документам. Так что ему предстоит еще и ответить за незаконное пересечение, границы. Леонид Лишенко, Андрей Карасев. Экстренный вызов. К другим темам. Жаркими стали длинные выходные в Новосибирске и области. Из-за неосторожности при обращении с огнем горели дома и люди. В 5 часов утра поступило экстренное сообщение. Горит частный дом на улице Советской в Чулыме. Огонь успел перекинуться на сарай и подбирался к соседним домам. При проведении разведки был обнаружен труп в хозяиной квартире мужчины 1951 года рождения. По данному факту проводится проверка. Предварительная причина пожара – неосторожность погибшего с огнем при курении. Возможно, погибший хозяин дома в Чулыме был пьян и уснул с непогашенной сигаретой. Неосторожное обращение с огнем привело к трагедии и в областном центре. Молодой новосибирец едва не сгорел заживо на улице Зорге. Был госпитализирован в отжоговый центр молодой человек с ожогами различной степени тяжести. Обстоятельства получения ожогов – демонстрация фаер-шоу в Кировском районе. МЧС напоминает. Игры с огнем в последнее время – основная причина сезонных пожаров. С начала мая дознаватели возбудили уже два уголовных дела. Ведущего инженера Федерального управления автомобильных дорог «Сибирь» подозревают во взяточничестве. По версии следствия, незаконное денежное вознаграждение он получил за разрешение проезда в фур в период временного ограничения движения большегрузов. МЧС «Сибирь» После получения денег подозреваемого сотрудника «Сиб Управтадор» задержали оперативники областного управления ФСБ. Следственным отделом по Октябрьскому району Новосибирска в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки, совершенное с вымогательством в особо крупном размере». Следователи выясняют обстоятельства коррупционного преступления, решается вопрос о предъявлении обвинения. На сегодня все. Информацию о происшествиях и преступлениях сообщайте по телефону 310-2005. Он доступен каждый будний день в рабочее время с 10 до 6. Видео ЧП выкладывайте в группе экстренного вызова ВКонтакте. Будьте осторожны и соблюдайте законы. Увидимся завтра на канале ОТС. Продолжение следует...